Имитация рекламной кампании более мощного бизнеса, чем есть вы на самом деле. Когда Яндекс ввел, ну там уже много лет назад, поведенческие факторы, ну точнее их ввел очень сильно, то есть до этого он только экспериментировал, во многих нишах топы, ну вот первые страницы выдачи, фактически отсортировались по, ну чуть ли не по оборотам кампании. То есть, например, когда мы до этого алгоритма вводили запрос взять кредит, то там были разные продвиженцы, ну в общем, сайты, которые хорошо продвигались, в том числе банки. А когда ввелись поведенчески, то заходишь в запрос взять кредит, и там Сбербанк, ВТБ, Альфа, ну в общем, как они в топах идут, там в рейтингах всяких, в Forbes и так далее, вот оно так и идет, прям по убыванию оборотов, очень во многих нишах так стало. Потом уже туда залезли агрегаторы, и там по этим запросам стали выходить всякие банкиру и так далее, это уже отдельная песня. Но сейчас во многих нишах ваш сайт должен выглядеть как сайт мощнейшего бизнеса в вашей нише. Все остальное это, ну такие элементы, вот все, что я до этого рассказывал, фактически сильный бизнес так и делает. То есть если у бизнеса, ну бизнес поливает деньгами свой сайт с разных сторон, то он в принципе так и делает. То есть он берет нормального маркетолога, и нормальный маркетолог рулит процессом, вот что все предыдущие пункты делаются автоматически. То есть они так и живут у нормального бизнеса, без накруток и так далее. Так как у нас с вами, ну мы там ни Сбербанк, ни ВТБ, мы не можем поливать деньгами свой сайт обильно. То есть у нас всегда есть, пусть он большой, часто, но ограниченный бюджет, и нам в рамках него нужно выжать максимальное КПД. Нам нужно имитировать, то есть желательно максимально дешево, но максимально имитировать силу нашего бизнеса. Как выглядит сильный бизнес для поисковой системы? Это много, очень много прямого трафика. То есть это, ну например, вот если вы забьете в wordstat.yandex.ru, не знаю, там Сбербанк, то там будет огромный объем, ну и там по месяцам скорее всего растущий, количество упоминаний Сбербанка. Ну то есть люди спрашивают в разных вариациях Сбербанк и там какие-то слова огромное количество раз каждый день. Для поисковика это огромный позитивный сигнал. При этом они спрашивают бренд, они спрашивают название домена, они спрашивают по-русски, по-английски, они спрашивают как напрямую, так и с дополнительными словами, с названиями услуг и так далее. Если появляется в какой-то нише, ну пусть вот этой жесткой банковской, например, какой-то маленький новый банк, который сейчас хочет всех порвать, и у него начинают жестко подскакивать разные сигналы. Ну например, вот был бы сайт, который где-то как-то выскакивал, ну в общем особо не ранжировался. И вдруг раз поисковик видит, что у него бомбануло много ссылок сразу. Ну настолько, что там больше, чем у топовых банков, например. Он идет смотреть другие показатели этого сайта и понимает, что у него по ссылкам он практически сравнялся с топовыми конкурентами, а по остальным факторам он как был на задворках, так и остался. Для поисковика это четкий сигнал, что это там мошенник, и его никуда отпускать, конечно же, не надо. Он это определяет не всегда. Бывает, что сайт все-таки подскакивает, а потом вылетает. Но так не работает. Поэтому с чего нужно начинать? Самый первый признак сильного бизнеса – это прямой трафик. И его, вот я здесь, нет, слайдов здесь нет, значит буду так на словах расскажу. Как этого можно добиться? Этого можно добиться либо постоянной, мощной оффлайновой компании, а это значит тоже поливание деньгами вот этого всего, то есть это наружка, это радио, это вот эта вот вся история, которая очень сомнительной, приносит отдачу, ну такую непонятную, но очень сильно растет от этого количество прямых упоминаний. И мы часто видим, что когда мы продвигаем сайт, и клиент пульнул рекламу на радио, например, там подскакивают переходы, и очень часто это очень хорошо коррелирует с тем, что и позиции тоже растут. Не сразу, но со временем. Второй момент, как можно это делать, это вы как-то используете какие-то уловки, чтобы живые пользователи набирали ваш сайт в поиске. Какие идеи, как это можно сделать? Ну, например. Ну, например, это как бы часть накрутки получается такой, ну очень-очень аккуратный, да, можно пообещать что-нибудь. Ну, в общем, это довольно сложно. Как мы это используем? Например, один из действенных способов, это можно пустить, ну, у сильного бизнеса всегда есть его, ну, такой шлейф, то есть что делает сильный бизнес из того, что потом, ну, что там дает, например, в прямой тайв, в том числе и так далее. Сильный бизнес всегда набирает сотрудников. То есть если посмотреть вакансии там Сбербанка или еще кого-то, у них постоянно там портянка, вот они ищут этого, 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 этого. Люди, которые хотят поработать в Сбербанке, они прежде чем прийти на собеседование или там подать заявку, очень часто гуглят, что это за организация. Ну, если это Сбербанк, там особо представление не нуждается, а если это компания там Росстрой Сельмаш, которые, ну, как бы обычные простые смертные не очень знают, даже если они очень крутые в своей нише. Потенциальный кандидат очень часто будет заходить в поиск, набирать название и, ну, посмотрит, чтобы красиво выглядеть на собеседовании. Что вы можете сделать? Даже если вы интернет-магазинчик, в котором там тысяча товаров и оборот полтора рубля, вы идете на сайты, на которых вы можете оставить бесплатно вакансию. А сейчас много это где можно делать. Много где нельзя, но много где можно. Оставляете там вакансию и оставляете либо адрес, либо название вашей компании где-то в тексте вакансии. Ну, и можно какую-нибудь затравку еще сделать, что типа вот у нас на сайте в таком-то разделе подробнее про эту вакансию. Либо часто выстреливают, что просто, допустим, на HeadHunter, по-моему, можно в карточке компании прям сделать ссылку на ваш сайт, и люди будут просто оттуда переходить. Это будет немножко другой сигнал, потому что это не через поиск будет, а просто прямые заходы на сайт. Но и так тоже работает. То есть и так, и так делаете. И люди будут, ну, и вот подобные истории. То есть это такой social engineering такой, то есть вы такие хакаете людей немножко. То есть с одной стороны это немножко обманная такая история, и лучше все-таки поливать деньгами, если они у вас есть. Но если не можете поливать, то вот нужно как-то выкручиваться, чтобы поисковик видел, причем постоянно видел. То есть если вы это начали делать, это нужно будет делать всегда. То есть чтобы у вас, когда вы заходите в Яндекс.Вордстат и набираете название вашей компании или адрес вашего сайта, у вас всегда должна быть, должен быть ровный восходящий тренд. То есть всегда каждый месяц должно быть либо одинаково, либо чуть больше каждый раз. Вот тогда для поисковика вы сильный бизнес. И, соответственно, прямой трафик. Это когда к вам заходят либо по закладке, либо набирая ваш адрес просто. Ну, то есть когда поисковик не видит источника, то есть просто откуда-то и ниоткуда пользователь зашел. Это первый момент. Второй – это брендовые запросы про то, что я сейчас рассказал. Третий – это разносторонний трафик. Очень редко SEO-шка выстреливает, когда с других каналов вообще на ваш сайт не заходят. То есть у вас нет и никогда не было контекста, нет и никогда не было СММа. Выстреливает? Ну, так в процентах там в 10, может быть, 15 случаев. Но в целом большинстве случаев нет. И если вы хотите показывать, что ваш бизнес сильный, и чтобы поисковик, давая вам трафик и поднимая вам позиции, не задумывался о том, или я дала обещание любить, он должен видеть, что вас любят еще все остальные. И тогда он думает, блин, ну если его все любят, наверное, как бы, ну, что-то в нем есть. И тогда он будет, ну, по этому фактору более лояльно к вам относиться. Поэтому старайтесь, ну, хотя бы, ну, то есть если особого бюджета под это нет, выделять, ну, сотрудника, вот сидит у вас секретарь, ну, и там какую-то часть времени балду пинает. Ну, загоняйте его в социалки, и он как-то там общается с этими историями. Очень часто у нас, ну, мы периодически работаем с автотематикой, это там автосервисы, там, тюнинговые ателье, всякие сигналки и так далее. И мы видим два подхода. Первый подход – это где компании по барабану на их продажи, и они вот пустили свой там отдел продаж и рекламу где-нибудь там или на радио, или где-то у них какой-то ручеек идет, и вот сейчас вот они задумались о SEO, но все остальные интернет-каналы им не нужны. Ну, вот какая-то такая типичная история. А вторая история другая. Это когда компания точечно, постоянно тестирует новые каналы продаж. Как правило, такие компании, особенно в автотематике, очень быстро, в первый год обычно такого тестирования, доходят до того, что если они кого-то из своих сотрудников отправят бомбить постоянно сайты автоклубов, ну, есть, знаете, там Ауди-клуб, Шевроле-клуб, ну, плюс там по каждой модельке, там, вот я там на Ку-5 клуб постоянно захожу, там спрашиваю, вот у меня вот это поломалось. И там очень часто живые люди общаются нормально, и это, ну, вот не те странные сомнительные форумы из 90-х, там, где все страшно и все плохо. Это абсолютно нормальные люди, часто очень обеспеченные люди, есть там Mercedes-клуб и так далее, ну, то есть нормальные бренды с нормальными чеками и нормальные люди. И они там сидят, общаются, обсуждают, что вот у меня мой официальный дилер опять меня вот нагнул на такую-то сумму, и мне нужно сейчас вот как-то выкручиваться, они там советуют друг другу, как этого дилера поставить на место и так далее. Что делает компания? Она загоняет туда нормального консультированного специалиста, который часть своего рабочего времени сидит и консультирует там клиентов. Огромный поток. Просто вот если они на эту тему не забивают, у них постоянный поток вот с этих клубов в целом. Какие-то клубы не выстреливают, какие-то лучше, какие-то хуже, но в целом это у них один из сильнейших каналов продаж. И я уверен, что во многих нишах можно найти подобную историю, где ваш недозанятый сотрудник, недоотдавший долг человек какой-нибудь, постоянно требующий карманные деньги подросток, сын ваш и так далее, которого можно за какую-то мотивацию посадить, и он будет вам делать бесплатную для вас работу вот по улучшению всего вот этого. Вам это будет давать как прямые продажи, так и улучшение в SEO-шке. Много ссылок из сутсетей. То же самое. То же самое. Социальный трафик наиболее живой и честный с точки зрения поисковика, если он не очень накрученный. Ставит то же самое, как на форумах. Заходите в профильные группы и нормально общаетесь с людьми. Либо имитируете, как будто вы ваш клиент, но тогда нужно там несколько учеток, какое-то общение имитировать. Либо прям говорить, вот я представитель такой-то компании, у нас вот на вот то, что вы ищете, вот сейчас как раз акция, или мы к этому вот такой подарок даем. Работает. Активность на промышленных площадках, в джоб-сайтах уже сказал. Карточки компании в справочниках с отзывами, очень многие этот канал недооценивают. Это работает как напрямую, то есть это дает оттуда, ну не знаю, всякие там дубльгисы и так далее, периодически дают очень многим компаниям заказы, пусть там не огромный поток, не как с контекстом, например, не как с сеошки, но дает. И это также прокачивает ваше продвижение. Вот все эти принципы, о которых я сегодня говорил, если кто будет фоткать, задержусь на этом. Собственно, это все нужно делать. Но, пожалуй, не все, что в целом нужно делать, но точно все эти 7 пунктов, они нужны обязательно. Но, пожалуй, кроме состаривания, оно не всем нужно, и не все готовы с этим развлекаться. Это хлопотно, особенно если сами делаете без подрядчиков. Ну, собственно, все. Я собирался делать совсем не продающие доклады, поэтому один кейс в конец поставил, и больше не будет. Но это один из молодых сайтов, очень сложная ниша. Здесь мы применили большую часть того, о чем я рассказывал. Вот здесь мы стартанули, вот у них до этого было все плохо, там ни продаж, ничего не было, и трафика было очень мало. Вот здесь мы применили одну из новых технологий. Ну, и, собственно, где-то… А, вот здесь мы один раз, и вот здесь… Ну, в общем, это такая ниша, где периодически блокируют сайты. Вот, ну уж так уж там получается. Вот, мы стараемся за такие не браться, но вот здесь нас очень сильно попросили, мы очень сильно взялись. То есть, что мы делали, мы им периодически подбираем новый домен. То есть, ну, туда перескакиваем, то есть, старый блокирует, мы перескакиваем, и каждый раз он после перескока грамотного, он растет. Особенно он бомбанул у нас вот здесь. А как думаете, что мы сделали? Ну, почему вот здесь, когда здесь была блокировка, вот он здесь упал, потому что, ну, чуть снизилось, потому что блокировка была. Ай? Нет, спалили, да. А почему вверх пошел здесь? Да, да. Мы, в общем, что мы сделали, мы нашли… Ну, так как это ниша такая, где блокируют сайты постоянно, мы нашли сайт, который заблокировали 3 года назад. Ну, он уже из блокировок всех пропал, мы его установили, туда повесили сайт нашего клиента, и он выстрелил прям еще выше. Ну, такая прикольная штука. Там мы делали практически все, вот о чем я говорил, ну, в том числе вот эту историю со старыми доменами. Это вот их продажи. Собственно, как бы до нас вообще было все плохо, потом чуть-чуть-чуть-чуть, и вот здесь у них прям выстрелило. Вот цифры конкретные не покажу, но вот соотношение, оно вот такое там больше, чем в 10 раз выросло. Вот на этом у меня все. Мои контакты в соцсетях, в скайпе, в емейле. Спасибо за внимание.